Ну что, давайте попробуем отделить мух от котлет и определить же, чем будет жить рынок в следующую неделю с 17 по 21 августа. Забегая вперед, скажу, что из запланированных мероприятий на самом деле мало что может потрясти рынок, но мы сами прекрасно видим, что творится в Америке, в самой крупной экономике мира. Мы сами прекрасно видим, что творится в Китае, тоже не мелкой, скажем так, экономике мира. И мы понимаем, что у них не все очень хорошо, особенно в США, так сказать, выборы скоро, поэтому незапланированные вещи, безусловно, не списываем со счетов. Для этого подписываемся на наш телеграм-канал, чтобы быть в курсе всего. Просматриваем автоматическую ленту новостей Market News, не теряем пульс рынка, что называется. А те вещи, которые, как мне кажется, важны на предстоящей неделе, я опубликовал в блоге на сайте finprofi.club, есть соответствующий такой раздел, пульс рынка с 17 по 21 августа. Так и начинается, он будет доступен постоянно. И начинается там все с понедельника, 17 августа, где из важных в экономическом календаре новостей можно выделить разве что, наверное, только Японию с ее ВВП. Чем она важна? Важна тем, что это предварительные данные, квартальные данные по ВВП за второй квартал. Напоминаю, Япония одна из немногих стран, которая начала скатываться в рецессию впервые. Рецессия – это фактически два отрицательных по приросту ВВП квартала подряд. Если все страны показали, ну не все, а ряд стран показал отрицательный квартал по приросту, отрицательный по приросту квартал – это первый, то Япония еще в четвертом квартале 2019 года показала отрицательную динамику по ВВП. И, в общем-то, она уже быстрее всех на целый квартал опередила. А здесь мы сами знаем, понимаем, что будет во втором квартале. Соответственно, ждать каких-то сверхкрутых, на самом деле, моментов, наверное, не приходится. Но, опять же, кликнув на эту ссылочку, подайте инвестинг, где можно непосредственно посмотреть. Прогноз – 7,6. Да, ну то есть, вот вам, пожалуйста, завалились. То, о чем я говорил, 4%, ой, 4%, четвертый квартал – 1,6%. Ну, в общем, Япония давно уже фактически в рецессии. Все остальные новости, ну, так себе. Отчитывается ТМК, дивиденды. Вот такая вот картинка, сделанная из терминала Тинькофф. Не то чтобы ради рекламы, да, а посмотрите внимательно. В их веб-версии терминала есть такой виджет, он называется дивиденды. Там очень удобно показывают дивиденды на каждую конкретную дату. Причем там в режиме Т-2, не надо здесь заморачиваться. То есть, имеется в виду, что вы должны быть в этих бумажках на конец 17 августа, чтобы получить дивиденды через два дня. Ну, не через два дня, а в режиме Т-2. Ну, и все. Здесь изважено, на самом деле, ничего нету. Я бы даже пропустил какие-то моменты. Тинькофф, так не в прошу прощения, пройдет совет директоров, на котором может быть решено, может состояться решение по дивидендам за первое полугодие 2020 года. Это и все. 18 августа, это вторник. Здесь из важных новостей, наверное, только лишь протокол заседания по кредитно-денежной политике. И то, знаете, я бы не сказал, что это прям сверховажно. Я это выделил, потому что мне очень хочется увидеть, значит, какую-то мягкую, очень-очень мягкую риторику со стороны Резервного банка Австралии. Вообще, честно говоря, то, что публикуется 18 августа, это просто расширенный протокол тех решений, которые состоялись недели-две назад. То есть вероятность того, что там будет что-то интересное, что-то важное для рынка, но 0-0-0-1, наверное, я бы так сказал. Поэтому ничего такого сверхъестественного. Но душа теплится, надежда немножечко есть. Вдруг там есть что-то такое очень важное для рынка, что не было озвучено раньше. Это было бы классно. Уолмарт отчитывается во вторник же. И по дивидендам держателей Майкрософта держите. 18 августа вы получите, ну, 51 цент на каждую бумажку. На секундочку, это 0,25% доходность. Так себе доходность, да? Но у них и процентные ставки, я вам скажу, не очень хорошие. Будет проходить очередной раунд переговоров по Брекзиту между Евросоюзом и Британией. Напоминаю здесь, что сам Брекзит-то действительно состоялся в конце января. И как бы до юра Англия не входит в состав Евросоюза. Однако вот эти торговые связи, которые все равно надо налаживать, есть ограничения. До конца 2020 года они должны быть налажены. И тогда, в январе, никто не знал, что пандемия украдет всех буквально квартал. И она действительно это сделала. И, соответственно, никаких крутых договоренностей там пока нет. И я раньше об этом говорил. И еще раз буду говорить о том, что фунт, английский фунт и Англию в целом, еще потрясет тема Брекзита ближе к концу 2020 года. Если, конечно, не накроет всех там огромная вторая волна вот этой вот коронавирусной всей истории. И тогда скажет Брекзит, да какой тут Брекзит, нам бы тут не попередохнуть всем. Значит, и в Черкизово. Совет директоров решит по дивидендам также за первое полугодие. На этом, в принципе, все. В среду, 19 августа, по идее, один из самых волатильных дней. Но индекс потребительских цен. Индекс потребительских цен, по-другому, это есть не что иное, как уровень инфляции. И здесь он важен. Почему? Потому что инфляция может разгоняться. Все регуляторы печатают огромное количество денег. И мы с вами уже прекрасно видим, как в Америке, мало того, что действительно инфляция разгоняется, так еще и инвесторы ожидают более серьезный разгон этих инфляционных, это инфляционного давления. И что можно тут сказать? Ну, просто лишь посмотреть, как у них там в этом плане дела происходят. Хотя, конечно, и в Англии, и в Евросоюзе, и в Канаде с инфляцией чуть-чуть полегче, на самом деле. И никто не ждет, что она дико-дико начнет разгоняться. Здесь поинтереснее, лучше посредить в 17.30 по московскому времени. Очередной отчет по запасам сырой нефти, из которого мы с вами узнаем, что там, собственно говоря, ну, тоже, да, кликнув сюда, мы попадаем вот на такую вот страничку, где и можем, кликнув на ярлычок Full Report, узнать полностью отчет. Вот там мы увидим, какими темпами в Америке добывается нефть. Напомню, что последние данные показали, что нефть стала добываться на 300 тысяч баррелей в сутки, меньше, чем она была. 21 часа 0.00 по московскому времени в США будут опубликованы протоколы ФОМС, комитета по открытым рынкам. Но это, в принципе, та же самая история, что и в Австралии. То есть это будет расширенная, публикация расширенного протокола, решение по которому принимались, опять же таки, две недели назад. Намного тут поинтереснее последить за дивидендами, потому что рост целиком, что префы, что обычка, по 5 рублей на каждую акцию. Вот вам, пожалуйста, где доходность более 5%. И там, и там просто замечательно, какие нафиг дивидендные гэпы на американских компаниях. К слову говоря, Тинькофф Групп тоже по 20 центов раздает на свои депозитарные расписки. И это, опять же, напоминаю, в режиме Т-1. То есть, по состоянию на 19 число вам нужно находиться в акции, для того, чтобы получить эти дивидендную отсечку уже 21 числа. Мониторинговый комитет перенесен на один день, то есть, должен был состояться 18 числа, а по факту состоится числа 19. С чем это связано, имеется в виду перенос, понятия не имею. Изначально было запланировано на 18 августа, но, видимо, кто-то там, не знаю, день рождения, например, там празднует, и мы получаем то, что получаем. На самом деле, мониторинговый комитет, напомню, не принимает решения о каких-либо сокращениях, либо снятии ограничений со стороны ОПЕК, ОПЕК+, но он может посмотреть, кто в каких пропорциях, на самом деле, сохраняет, вернее, исполняет те договоренности, которые были, и, соответственно, могут выдвинуть некоторые рекомендации. Волатильность по нефти, ну, может быть, мы здесь, конечно, можем получить, хотя, я думаю, что все решения там плюс-минус уже понятны. Четверг, 21 августа, опубликация протокола в заседании Европейского странного банка по умунитарной политике. То же самое, две недели назад принимались важные решения, сейчас просто опубликация того, что де-факто есть. Пусагра отчитывается, и мы за этим внимательно последим. Ну, а по дивидендам там все скромненько и, в основном, американские компании. Кстати, по событиям все тоже очень чисто, так что четверг, несмотря на то, что он обычно один из самых волатильных дней, ну, обещает быть спокойным. Опять же, не забываем про Twitter-аккаунт Трампа и все, что с ним фактически связано. 21 августа в пятницу, помимо того, что состоится пятничный стрим, я думаю, там никаких проблем не будет. У нас еще будет с вами публикация индекса деловой активности в производственной секторе. Причем речь идет и про Германию, и про Евросоюз в целом, и про Англию, которая, как мы уже сказали раньше, де юро, не Евросоюз. Чем интересен этот индекс деловой активности? Тем, что он фактически может показать нам настроение участников, так сказать, экономики, в данном случае в производственном секторе, относительно дальнейших перспектив. То есть, это не показатель того, что экономика восстанавливается. Это показатель настроений эту экономику восстанавливать. И если это значение, вернее, значение этого индекса более 50%, это говорит о том, что экономика скорее жива, нежели мертва. И очень быстро восстановился Китай, на самом деле. В Германии в этом плане все было значительно скромнее. Но вот по прогнозам, пожалуйста, 50% здесь вроде бы как стоит. То бишь, ну, вроде бы неплохо. Да, в Евросоюзе чуть поинтереснее это 51%. И в Англии там уж и вообще ждут порядка 53%. То есть, фактически, все те вещи, которые с нами делают регуляторы, я говорю об увеличении количественного, об увеличении баланса всех регуляторов и включении этого печатного станка. В общем, все это однозначно позитивно влияет на настроение участников экономики, именно, а не финансового рынка. Отчитается Московская биржа по МСФО за второй квартал. За этим последним внимательно, потому что, ну, да, окей, все должно быть неплохо там. И по дивидендам тоже, опять же таки, только лишь американские бумажки. Больше здесь в пятницу ничего интересного нету. Ну, и, как я сказал, да, уже раньше все достаточно должно пройти относительно спокойно. Хотя, опять же таки, никто не знает, чем все закончится, потому что невозможно прогнозировать дальнейшее развитие событий, особенно в наши такие неспокойные времена. Знаете, я хочу сказать, что вообще с марта 2020 года составлять какие-то прогнозы, но дело такое достаточно неблагодарное. На этом все. Держим голову холодной и следим за новостями, так как они и есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова